Медиагруппа «Авангард» представляет Год назад сказал, что я буду, как безопаснее, говорить про клиентский опыт И я бы, наверное, ему ни разу не поверил Но, тем не менее, для того, чтобы сейчас внедрять какие-то технологии информационной безопасности Нужно, как правило, убедить того бизнесмена, который что-то хочет сделать И объяснить на цифрах, на пальцах, почему эта технология, именно в этом продукте Ему необходимо Что мы сейчас видим? На самом деле вопрос получился больше про риски и больше про деньги Чем про какие-то могучие технологии и развитие мира вперед На самом деле вопрос криптографии, аутентификации и коммерции Он, на самом деле, очень давний И если мы вспомним историю, то первоначально появившаяся симметричная криптография Она именно коммерсантами была преобразована в симметричную И до сих пор не стекают споры о том, что более стойкая, как это лучше применять И, в принципе, мы сейчас проходим буквально примерно такой же путь в нашем банке Если посмотреть на то, что нас сейчас окружает То есть мы видим, что буквально из каждого экрана, из каждого динамика На нас сыпятся термины цифровизация, цифровая трансформация Проникновение цифровых технологий в нашу жизнь И к чему это, вообще говоря, приводит? К тому, что наверняка все мы пользовались такими вещами, как интернет-магазин Все живые люди, все хотят предлагать нам новые товары Все хотят собрать свою клиентскую базу Это приводит к регистрациям Это приводит к тому, что у нас на каждом углу нас просят провести регистрацию в магазине Она несложная, она, как правило, не несет за собой никаких рисков Но, тем не менее, это вырабатывает клиентский опыт на тему того, что любой пароль можно забыть Его можно легко восстановить И, в принципе, от того, что вы допустили какие-то ошибки в этом процессе Ничего страшного не произойдет Ну, зарегистрируйтесь вы в этом же магазине второй раз Но сейчас мы наблюдаем на то, что электронная подпись, она, в принципе, достаточно тесно входит в нашу жизнь То есть у нас появились государственные услуги, которые можно получить посредством электронной подписи Вот у нас сейчас переводится трудовое законодательство на электронные рельсы Очень много внутренних технологий, в которых так или иначе применяются электронные подписи Причем это делается, как правило, достаточно такими странными способами Когда говорят, ну, ребят, давайте мы вот сюда электронную подпись вставим А разбор конфликтных ситуаций, ну, как-нибудь мы потом что-нибудь с этим придумаем Но электронная подпись, это хорошо, это, по крайней мере, мы понимаем, что это сам документ не изменялся С другой стороны, достаточно большой опыт применения электронной подписи в системах дистанционного банковского обслуживания Показывает, что в том месте, где у нас встречаются цифровые технологии и деньги Вот в том месте у нас появляется достаточно большое количество фрода, достаточно большое количество мошенничества И ему нужно реально противодействовать И, в общем, если посмотреть, то люди, которые в силу своей профессиональной деятельности сталкивались с ключами в достаточно сложных системах Которые понимают, что вот все выстроенные технологии, все проведенные проверки Вот как тут было в предыдущем докладе и показе 2005 И вот все-все-все-все, оно легко уходит на нет после того, как теряется ключ электронной подписи Поэтому, собственно, мы уже сейчас делаем акцент на то, чтобы переводить, ну, по крайней мере, ряд наших сервисов В область облачной электронной подписи И, в общем-то, коллеги из налоговых служб уже имеют подобный опыт применения данной технологии Но, тем не менее, что мы ожидаем от электронной подписи То есть мы ожидаем то, что наши продукты дистанционного банковского обслуживания получат дополнительное преимущество Поскольку все мы уже давно люди мира Все мы хотим влиять на наш бизнес, находясь за границами нашего любимого государства Но, тем не менее, вывести средства электронной подписи, криптографические средства За пределы таможенной границы Российской Федерации в коммерческих целях Это, в общем-то, не очень простая задача С другой стороны, если мы говорим о том, что у нас появляются какие-то внутренние сотрудники Которые должны поголовно иметь ключи электронной подписи То вот сам процесс передачи носителей с ключами электронной подписи Он является достаточно дорогостоящим И, собственно, он съест в случае применения коммерческих продуктов всю прибыль, которую мы получаем И, опять же, риск того, что, к примеру, использование в системах клиент-банка физических лиц ключей электронной подписи Мы понимаем, что риски, связанные с утратой ключевых носителей Риски, связанные с необходимостью замены и временного простоя Они намного перевешивают те затраты и те риски, которые мы применяем на облачной электронной подписи И, собственно, вот эта тенденция, на мой взгляд, она поддержана и технологически При помощи выпуска соответствующих программных средств Алексей Геннадьевич, я приношу вам свое мнение, это не реклама Просто мы это действительно сейчас начинаем использовать Извинения, это фиг с ними Вы скажите, а вот как вы сами доверяете, не доверяете этому решению? Вот вот что интересует Поближе к аутентификации, к доверию Не только риски же надо оценивать Ну, естественно Собственно, законодательная база под это дело подстраивается Если меня самого спросить, буду ли я использовать облачную электронную подписи Бесспорно, я ее готов использовать, но не на каких-то интегральных сервисах То есть говорить о том, что у нас есть некий субъект, некое юридическое лицо Которое генерирует электронную подпись для многих сервисов Я, пожалуй, в такую организацию не пошел бы То есть перевожу на русский язык только для малорисковых операций Правильно я понял? Не для малорисковых, только для... Ну, собственно, как у нас всегда считалось, что удостоверяющий центр Он эффективен, если он приделан к какой-то коммерчески успешной системе Электронного документа оборота Здесь я бы сказал точно так же То есть если есть какая-то система, позволяющая проводить дистанционное обслуживание Не обязательно банковское И эта же организация организует электронную подпись Облачную электронную подпись Это, в моем понимании, нормально Потому что, в принципе, как человек, который в прошлом написал некоторое количество криптосерверов И с содроганием души думал, что вот там есть стойкость криптоалгоритмов Есть правила применения электронных подписей Вот все это стоит в колпаке Но на самом деле все это сводится к какому-то паролю Который непонятно, как по сети бежит Бесспорно, там закрытые сегменты и так далее Но, тем не менее, это явное снижение стойкости с криптографической До стойкости аутентификации того или иного пользователя криптосервера В данном случае мы видим примерно то же самое Но аутентификация, она несколько стала больше Потому что, ну, у нас сейчас половина жизни в мобильном телефоне В данном случае в мобильный телефон Тут где-то у меня даже была чудесная штучка, демонстрирующая подход В данном случае мы говорим, что у нас телефон становится еще одной точкой аутентификации Который содержит достаточно такой сложный вектор Для аутентификации при доступе к ключу И, собственно, есть второй фактор аутентификации В приложениях, в которые встроены средства электронной подписи В принципе, это несколько лучше, чем СМС-ка И позволяет обеспечивать целостность электронных документов Бесспорно, что новые поправки в 63-й закон Они, конечно, уже утверждены Но подзаконных актов, как это применять, пока еще не вышло Поэтому, создавая технологии, мы понимаем, что надо будет ее подстраивать Под какую-то правоприменительную практику Которая у нас, как всегда в этой области, родится несколько позже выхода закона Ну, в принципе, Алексей, это все, что я хотел сказать Спасибо большое Субтитры подогнал «Симон»